Уже три дня на этой информационной таблице устаревшая информация. С семи автобусных маршрутов жителей района Дворца культуры Кировский обслуживает только пять. Взлёткой Междугородний автовокзал без пересадок стали вообще недоступны. Чтобы доехать до остановок на Красноярском рабочем, приходится набиваться в единственный оставшийся 55-й маршрут. Народу очень много ездит на Красноярске рабочие. А одного автобуса 55-й уже ходит почти полный с цементников. Поэтому не знаю, как будет. И так как бы в час пик достаточно плотное было в автобусах. Но было много. А как бы сейчас ещё хуже. И вот уже стою 10 минут, пока автобусов не было. В железнодорожном районе на остановках с самого утра неразбериха. Многие ещё не знают о переменах. Кто-то ищет актуальную информацию в интернете. Здесь отменили 84-й маршрут, добавили 52-й и перенесли путь следования 88-го автобуса. Несмотря на то, что в целом на улице Калинина ситуация с общественным транспортом улучшилась, некоторые местные жители изменениями недовольны. Нам сейчас бы не проехать никуда. Вот 84-й так хорошо ходил. 84-й очень жалко, что это. Мы не можем на Красс-Тесс, например, поехать, да? Красс-Раб для нас закрыт пересадку. Неудобно. С пересадками через центр. То есть полтора часа. Я в зелёную рощу на работу езжу, полтора часа будет на дороге. Таким образом, пересадочных маршрутов сейчас прибавилось. А стоимость проезда никто сбивать не торопится. В городском департаменте транспорта сложившуюся ситуацию оценивают оптимистично. С самого утра пассажир поток и трафик изучали контролёры. А на предмостной площади с пол седьмого утра дежурил лично начальник отдела организации перевозок Игорь Манченко. Он говорит, что за час не заметил ни одного переполненного автобуса. Ну, постараемся отрегулировать это. Ну, это сегодня первый рабочий день. Значит, ещё завтра мы будем стоять и уже будем смотреть, где-то будем добавлять машины, где-то сокращать интервалы. То есть это уже, ну, рабочее состояние такое будет. Будем смотреть и корректировать. В департаменте подчеркнули, что на этом транспортная реформа в Краевом центре не закончена. Чиновники по-прежнему ориентируются на заявки пассажиров, которые сообщают о проблемных точках. Например, прорабатывается вопрос о добавлении маршрутов в микрорайоны Образцово, Водники, запуск троллейбусов до Ветлужанки. Ну и без явных положительных изменений не обошлось. Добавились маршруты в активно застраивающиеся микрорайоны. Так, на 87-м теперь можно уехать до конечной мясокомбината, а на 52-м попасть в новые жилые массивы микрорайона Пашиной. Евгения Шелковникова, Денис Тимошенко. Новости.